Итак, приветствую вас мои друзья и гости канала и давайте мы с вами пообщаемся сегодня на такую тему Многие задают мне такие вопросы в WhatsApp и многие задают мне такие вопросы в комментариях Конечно же, это каким видом спорта заниматься вашему ребенку, что я рекомендую или что я не рекомендую Ну давайте сначала про спорт Вы можете ребенка отдать на любую секцию, которая будет по душе именно вашему ребенку Я понимаю, что бывает мама боксер, да, бывает папа боксер, бывает мама кикбоксер, а бывает мама гимнастка, да, папа занимался борьбой Ну и конечно же, вот это свое видение навязывает ребенку Нет, конечно, нужно отдавать ребенку туда, куда он сам хочет идти Либо взять и грамотно, если, например, хотите, чтобы ребенок занимался самбо, да, покажите ему ненавязчиво чемпионаты мира, чемпионаты России, чемпионаты Европы, да Какие там красивые броски бывают и так далее Покажите спортсменов, чего они добились Особенно покажите тех спортсменов, которые благодаря тому, что они занимались этим видом спорта Взяли и научились достигать максимума, притом не только в спорте, но и в жизни Это первое Второе, да, нужно понимать четко, что такое спорт Есть у нас понятие спорт, да, спорт это прежде всего собственная соревновательная деятельность И в целом, когда ребенок, да, или взрослый занимается спортом, он занимается не с целью кого-то выиграть, кого-то победить и так далее Он прежде всего берет и занимается и постоянно работает и совершенствуется над собой, понимаете Совершенствует себя Почему? Потому что прежде всего спорт, да, это воспитание силы, воля в конце концов, да, воля к победе и так далее И таких вот просто примеров можно привести очень много Поэтому я могу сказать, что любым видом спорта может заниматься у нас непосредственно ваш ребенок И я думаю, что в любом виде спорта он добьется того или иного результата В том плане, что все-таки просто спортом заниматься ради спорта это физическая культура Физическая культура это тоже хороший вариант, да, чтобы быть подтянутой, чтобы быть в форме и так далее И для этого есть, да, физическая культура Но, как правило, занятие физической культурой не гарантирует вам то, что у вашего ребенка выработаются такие навыки, как, говорю, воля к победе, да Такие навыки, да, как, например, не знаю, там, как целеустремленность, понимаете Потому что когда ты занимаешься физической культурой, ты занимаешься физической культурой, да Сегодня позанимался хорошо, не занимался завтра, ну какая нравится, послезавтра будет и так далее В принципе, все то же самое, что у местных у нас по поводу работы в Сочи, да, все то же самое Не успел посадить пальму сегодня, завтра посажу, завтра не посадил пальму, через неделю посажу, через год посажу Погода позволяет и так далее Теперь, что касается у нас, многие говорят, чтобы мог постоять за себя Ну, знаете, у меня на это двоякое мнение, да, вот Да, хорошо, когда ты можешь взять и постоять за себя, да, когда ты, ну, когда ваш ребенок, например, да, взял там, выучил азы рукопашного боя, там, кикбоксинга или бокса, или самбо Да, действительно, он может взять и постоять за себя, да, при условии, если, например, другой, например, да, соперник, там, не превосходит его в массе, не превосходит его, не знаю, там, в мастерстве, в конце концов, да, и так далее Я вообще считаю, лучше заниматься так, да, чтобы к тебе просто-напросто не возникло желания, вообще просто к тебе какие-то сделать телодвижения, чтобы сделать какой-то шаг, чтобы можно было взять и навредить вашему здоровью Поэтому, 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 давайте все-таки сделаем небольшой вывод с вами Лучше драки избежать, чем драться, потому что какой бы там мастер спорта не был, какой бы там заслуженный мастер спорта не был Ну, бывают такие ситуации, когда там, может, нож появится или еще что-нибудь Поэтому я думаю, что, в принципе, нужно заниматься любым видом спорта, хоть даже, не знаю, там, хоть теннисом, хоть шахматами, которые берут и, прежде всего, развивают уверенность в себе Я могу сказать, что хорошим спортсменам, да, вот те, которые привыкли работать на результат, те, которые привыкли соревноваться и так далее К ним просто так на улице не подходят, к ним просто так не пристают Если уж пристают, то, скорее всего, что-то повел ты себя не так Потому что просто так, чтобы ко мне там приставали, такого не было Ну, бывало, там, когда там толпа, да, когда я оказался в чужом районе, там, да, там сначала сигарету спросить, потом еще что-нибудь Ну, здесь, как бы сказать, вот я сейчас анализирую, да, свое это долбанное детство Я могу сказать, что это, скорее всего, в том, что я взял и сам себя подвел, да, вот, например, вот, Серов, знаете, прыгнул там в аквариум, да, с акулами И акулы начали к тебе приставать, начали к тебе покусывать На вопрос, что ты делал в аквариум? Ну, не знаю, проверял там свою силу воли или еще что-нибудь Бред же, конечно, бред То же самое касается это и, не знаю, я пошел в другой район посмотреть, интересно, будут ко мне приставать мальчики из другого района или не будут приставать Конечно, лучше таких ситуаций избежать, да, или там ночные клубы пошел, да, или там пошел, там, выпил в ночном клубе Или, не знаю, там, сделал замечание подвыпившим, да, не знаю, там, показать Поэтому я могу сказать, что любой вид спорта, да, он, ну, реально хороший, да, я не могу сказать, какой-то хороший или какой-то плохой Что касается у нас тех видов спорта, которые у нас, ну, как хочешь, не хочешь, там, ведется то, что ты там наносишь какие-то там, не знаю, травмы другим, да, это и рукопашный бой, это и кикбоксинг, да, и тэквондо, и карате Здесь я считаю, что, не знаю, там, просто давать ребенка ради того, чтобы он один раз в жизни смог взять и применить вот этот приемы самообороны, да И при этом он там 20 лет будет получать по голове на тренировках гораздо больше, чем он получил бы, например, от гопников, которые находятся на улице Но я не знаю, я думаю, что это нерентабельно Но, 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 если, конечно же, у меня будет ребенок, да, будет, особенно если мальчик, да, все-таки хочется, чтобы был мальчик Конечно, изначально я его отдам в плавание, 100% он будет заниматься плаванием, будет плавать, как бы для мальчика это полезно А дальше уже, да, он в плавание пойдет с трех лет, а вот, например, дальше уже будем смотреть, что ему больше по душе Захочет он заниматься гимнастикой, пойдет в гимнастику, захочет заниматься самбо, пойдет в самбо Захочет заниматься футболом, пойдет на секцию, в секцию, точнее, не на секцию, не по-русски говорю, а в секцию футбола И здесь я не буду ему препятствовать Я могу сказать, что ребенок может заниматься чем угодно Лишь бы там не в подворотнях, не знаю, не курил травку Чтобы не курил кальян, чтобы еще что-то не делал В общем, у меня вот такое вот мировоззрение Не знаю, может у вас что-то по-другому Что касается именно заниматься боевыми единоборствами В том плане, чтобы взять и постоять за себя Ну, тоже сомнительная авантюра Сомнительная авантюра Я могу сказать, что если вдруг будет такая ситуация Когда ты занимаешься, даже я в секции рукопашного боя Я занимался, ну да, у нас есть базовые упражнения Когда позволяют тебе вести одновременно бой с одним соперником С двумя, ну с тремя Но никак не с десятерыми и так далее Я понимаю, что с троими я справлюсь Даже сейчас справлюсь, не напрягаясь Легко справлюсь с троими Но, потому что, опять же, есть не сила, да А есть техника ведения боя Есть именно техника, как нужно, как нужно перемещаться Чтобы один другому мешался и так далее Но если там будет толпа 5-10 человек То я могу сказать, что самый лучший навык, который, наверное, у меня есть Это, наверное, все-таки бег Да-да, я возьму просто и убегу И по большому счету выигрывает не тот, кто взял, вязался в драку и победил А выигрывает тот, кто смог взять и избежать драки Я вот к этому склоняюсь Поэтому я могу сказать, что если вдруг, говорю, именно настраивать ребенка Что там в целях самозащиты, самообороны И когда там он будет заниматься 4 года И ни разу у него, ни разу он ничего не применил, да И он скажет, блин, мама, зачем я хожу для самообороны? Да ко мне никто и так не предстает и так далее Это, конечно же, глупо Все-таки надо настраивать ребенка, что спортом, когда он занимается Он все-таки преодолевает себя Да, ну, например, вот я сейчас, да, занимаюсь Я даже сказал бы не спортом Я, наверное, занимаюсь физической культурой Ну, приближенной такой к спорту, да Я не выступаю профессионально нигде Но я четко понимаю, что С утра, когда я встаю в 7 утра, иду в спортивный зал, да Сейчас почти каждый день я так себе выстроил То я беру и преодолеваю силу воли, да Я встаю Вы знаете, какой соблазн взять и перевести часы на часок, да Встать не в 20 минут седьмого, а встать, например, в 20 минут восьмого А еще лучше в 20 минут девятого, понимаете На два часа позже Но я тоже прекрасно понимаю, что нужно, 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 нужно То же самое это касается потом в работе, да Вот, например, сейчас, да, я уже вроде как бы расслабился все Сейчас нужно там кое-что сделать, нужно показать Клиент звонился, я беру, все бросаю, да Хотя сейчас хотел взять торжественно своей дочке Образно показать квартиру, вручить, да Хотел похвастаться тем подарком Потому что она даже не видела ту квартиру, которую я ей купила Сегодня получила документы с Росреестр На самом деле это супер, на самом деле это классно И здесь я говорю, дочь, подожди Мне нужно сначала сделать основную мою деятельность Потому что все-таки работа, работа и работа Многие, например, да, вот, когда, например, ко мне обращаются Да, говорят, вот наш риэлтор сейчас занят или еще что-нибудь Ну, не знаю, как можно быть занятым Когда, когда приехал клиент, когда приехал выбирать квартиру Может быть он турист, может еще что-нибудь Но это твой любой прокат, в том числе и туристический Это потенциальный клиент, который принесет тебе определенный доход Но я воспринимаю клиента не как доход Я воспринимаю клиента как тот человек, который возьмет И все-таки станет счастливым Счастливым, не знаю, там, обладателем квартиры Или просто возьмет, переедет в Сочи И на самом деле это дополнительный круг, да, круг общения Я могу сказать, что многие говорили Как тебе тяжело, там, было Сорска взять и переехать в Сочи Там, там, все тебя знали и так далее Ты всех знал Да, сейчас я здесь уже знаю народу Конечно, я сказал бы, что не меньше Нет, я меньше знаю Но, действительно, сейчас я огружаю такими людьми Которые, не знаю, там, я уже знаю И сотрудников ГАИ знаю Притом и на руководящих должностях Я также знаю, там, и врачей очень многих уже Очень много знаю очень сильных педагогов, там, танцоров И тому подобное На самом деле, мне такие связи гораздо больше, как бы, нравится И нравится жить в этом городе и так далее Теперь давайте вернемся к нашей теме Если, например, мы рассмотрим с вами любого спортсмена Я могу сказать, что любой спортсмен, который занимался тем или иным видом спорта Он всегда у нас добивается результата Я сейчас пытаюсь вспомнить своих одноклассников, однокурсников и так далее И те, кто занимался спортом, они сейчас добились результата на своей работе Кто-то там еще, кто-то свой бизнес построил, кто-то еще что-нибудь И они реально лучшие в своей сфере А те, которые у нас были, там, отличники и так далее Они, ну, просто там, где-то кто-то работает наемным работникам, кто-то еще что-нибудь Ну и работает такой Твердая серединка Твердая серединка Потому что они не привыкли работать на результат Вот это чувство соперничества им незнакомо Это силы воли, да, воля к победе Такого нет, понимаете И на самом деле эти все навыки успешно нужно применять и в своей основной деятельности Основная деятельность, да, например, у кого-то там продажи недвижимости У кого-то продажи еще чего-нибудь А кто-то руководит правильно Как бы я могу сказать, что и по руководству Ну, например, я всегда там был командиром класса, да В колледже был старостой группы, да Входил там постоянно Постоянно я был на руководящих И поэтому я сейчас даже если там Я возьму и открою компанию Хотя у меня есть опыт руководства компании Я показывал отличный результат Потому что я смог именно сделать так Чтобы я был не формальным лидером, да Которого назначили Есть такое понятие формальный лидер А есть понятие неформальный лидер Это тот, который берет и завоевал авторитет Даже не назначение Конечно, с одной стороны, с такими, как я, тяжело Это такой черный кардинал, там называют Серый кардинал, еще что-нибудь там Темная лошадка Кто-то сейчас скажет Да какая лошадка, ты лошадь там темная Ну, может быть и так Но в любом случае, если все это грамотно взять и развернуть В формальный лидер И плюс еще неформальный лидер Когда два в одном Когда вот эти две у нас полоски пересекаются На самом деле это супер И эта компания идет на развитие Эта компания будет у нас развиваться И у этой компании всегда есть будущее И, конечно же, у сотрудников есть будущее Вот такая вот штуковина, ребят Я могу сказать, что, например, наш Денис Например, да, он лидер, он директор по продажам, все Но он еще и хорошо занимался В том числе и в детстве, да И уже, когда он уже был взрослым баскетболом И он привык, да, баскетбол это командная игра И он привык именно правильно брать И работать в команде Поэтому тоже, вот, например, я занимался, да, рукопашным боем Там я был индивидуальник Но в то же время я еще параллельно ходил в баскетбол И в баскетболе я понимал четко, что я командный игрок Тем более я всегда был в баскетболе головой, мозгом был Я всегда знал, кому что отдать и так далее Хотя я мог всегда там набивать больше, да У меня хороший бросок, да, и у меня хорошее перемещение Но я всегда мог в самом последний момент отдать пас И чтобы 100% был результат Чтобы взяла моя команда и выиграла Если бы я баскетболом не занимался Я думаю, мне было бы сложнее брать И в последующем руководить теми или иными, да Потому что все-таки, когда ты занимаешься единоборствами, да Где все зависит именно от тебя То тяжело, да, ты работаешь только сам на себя А здесь, когда ты параллельно берешь Командные все-таки нужны Опять же, если просто заниматься командными видами, да Многие у нас командники выезжают за счет других Тоже нужно смотреть Все это зависит от грамотного тренера Вот примерно, ребят, так Ну, много чего он рассказал Ну, итог только один, да Нужно подвести же итог Ребенка можно своего отдавать в любую секцию Секцию ребенку нужно не навязывать Нужно продать ту идею, что он должен заниматься в этой секции Это первое Ну, и второе Не нужно, там, не знаю, препятствовать Если ребенок хочет заниматься Да, бывает травма, бывает еще что-то Но эти травмы, эти шишки, они обычно закаляют Понимаете, закаляют обычно И на самом деле В последующем, да, и в трудовой деятельности все Столько будет в жизни моментов Когда просто будешь получать тумаки Например, от этой жизни То одно, то другое, то третье, то четвертое Потому что злоба, ненависть, опять же, там, ревность Все, это все то, что тебя бьет, да И если ты не привык держать удар А как мой тренер говорил Макс, неважно, как ты бьешь, да С какой силы удара ты бьешь Как ты вкладываешься Главное, как ты держишь удар Вот если ты не научился держать удар То все Это жесть Да, может ты хорошо Можешь вести три минуты, там, бой, да Три минуты А на четвертой минуте возьмем Просто, напросто, один удар тебе сделает И ты просто возьмешь и склеишься Да, там все Все, это не мое и так далее Все, ребят В общем, всем хорошим настроением Побольше позитива Пускай дети занимаются вашим Ваши дети занимаются спортом И я думаю, что Те дети, которые занимаются спортом Они у нас и в спорте добиваются наивысшего результата Ну и при этом они и учиться будут Тоже очень хорошо Потому что, например, я знаю очень много своих Также одноклассников Например, там у меня был тутик такой Да, он у нас Вячеслав Он является мастером спорта По трем видам борьбы И при этом у него еще красный Еще у него красный диплом При этом у него золотая медаль со школы В общем, ему одно другому не мешало При этом тоже играл в баскетбол При этом всегда выступал на всех соревнованиях за школу И при этом еще учился Я могу сказать, что я в колледже много чего Пока я в колледже учился Я там выступал за институт И выступал в соревнованиях по тэквондо Когда я сделал мастера Выполнил мастера спорта И при этом я еще и закончил колледж с отличием У меня красный диплом Вот такая штуковина Раз есть мы, есть И ваши дети будут такие же Такие же продуктивные Вот так вот Все, теперь всем хорошего настроения Побольше позитива И пока! Субтитры сделал DimaTorzok